Новость последней недели, что Министерство сельского хозяйства может свернуть льготную программу кредитования из-за того, что Центробанк повысил гучевую ставку. Тульская область, если нам перекроет федеральный поток, насколько проиграет, насколько мы зависим от федеральных денег? Я бы не спешил с выводами и не торопился с прогнозами в этом вопросе по одной простой причине. Достаточно паники было на потребительском рынке. Что касается свертывания программы льготного кредитования, здесь ситуация следующая. Ключевая ставка действительно поднялась, а субсидирование привязано к ставке рефинансирования, которая осталась неизменной на сегодняшний день. Поэтому есть ожидание того, что стоимость кредитов возрастет. А непокрытая часть, соответственно, субсидиями возрастет тоже. Отсюда и некое ожидание того, что будут сложности как с выдачей кредитов, так и с их обслуживанием. Если говорить о общей доле тех средств, которые идут в область на сегодняшний день, у нас чуть меньше миллиарда рублей выделено на сегодняшний день из федерального бюджета на цели именно возмещения процентных ставок по кредитам. То есть в общем объеме финансирования агропромышленного комплекса практически половина – это доля, которая идет именно на погашение процентных ставок. То есть она очень велика. И это федеральные деньги, правильно? Это федеральные и региональные деньги, да, данная субсидия, она выплачивается на условиях с финансированием. Но вот общий объем – это порядка миллиарда рублей в этом году. Но вы же общались, да, с вашими федеральными коллегами. Они что говорят, будет все-таки свернута программа? Вообще будут урезаны программы поддержки агропромышленного комплекса в 2015 году или нет? На самом деле речь идет о том, чтобы увеличить объем государственной поддержки, начиная с 2015 года и вплоть до 2020. 40% молока сейчас, да, это экспорт. У Тульской области, Тульские комбинаты, которые крупнейшие игроки на нашем рынке, говорят, что три четверти покупают молока из других регионов, потому что Тульская либо мало, либо недоставила плохого качества. О каком импортозамещении мы сейчас говорим, да, о какой поддержке, если мы сейчас просели по молоку? Мы сейчас не просели по молоку. В этом году мы впервые поднялись по молоку, на самом деле, за последние 20 лет. За счет чего, каким образом? 2014 год, сейчас объясню, 2014 год, начиная с 97-го, это первый год, когда нам удалось ситуацию переломить. И у нас на сегодняшний день рост по производству молока. Понятное дело, что он не настолько велик, как бы хотелось, да, но если взять крупные сельхозорганизации, то этот рост составляет порядка 10%, если по всем категориям хозяйства чуть менее 3%. В целом по ЦФО мы входим в тройку лидеров сегодня по темпам роста производства молока. Поэтому мы, конечно, на старте, в начале этого пути, и наша самая главная задача заключается в том, чтобы эти результаты не уронить в 2015 и в последующих годах, а наращивать объемы производства молока. А удалось это сделать за счет того, что у нас по нашей региональной программе был предусмотрен ряд дополнительных мероприятий поддержки. Мы платили дополнительные средства поддержки на литр произведенного молока. Мы повышали в этом году существенно ставки на покупку племенного скота, предусматривали возможность покупки товарного скота с государственной поддержкой, предусматривали компенсации на строительство и установку молокоприемных пунктов для осуществления сбора молока с населения и малых форм хозяйств. Поэтому весь комплекс вот этих мероприятий он в конечном счете и дал свои плоды. А сколько сейчас так называемые дуэнные стады в Тульской области по главам? Оно, конечно, небольшое на сегодняшний день. В общем и целом это более 38 тысяч голов, в сельхозорганизациях порядка 26 тысяч голов. А рост за последний год на сколько? Вы знаете, роста на самом деле по сути не было. Нам в этом году удалось стабилизировать поголовье. И еще раз подчеркну, по молоку у нас рост, по поголовью скота у нас определенная стабильность. То есть мы сейчас не уронили свои показатели в этой части относительно прошлых лет. А что у нас с мясным животноводством? Потому что, насколько известно, в Суворовском районе есть крупные хозяйства, но у них рынок сбыта исключительно Москва. На Тульские прилавки они ничего не поставляют. А с нашим-то рынком что? Ну, знаете, здесь вопрос такой неоднозначный. Если говорить по производству мяса в целом, мы выглядим достаточно неплохо. Потому что мясо это ведь и мясо птицы, и мясо свинины, и говядины. Да, конечно, у нас есть проседание, такое заметное отставание, назовем его так, по свинине и по говядине, конечно. Я вас перебью, свинина это после так называемого африканского чума в Лазаревском, да, когда там погалось? Ну, в общем-то, да, да. Или это раньше началось? Да нет, это началось не раньше, это как раз именно в этом году. У нас относительно прошлого года показатели по производству мяса в целом, по области, они упали всего на 10% не больше. И вот именно благодаря, не благодаря, вернее, а из-за того, что в Лазаревском случилась такая беда. У нас очень высок, удельный вес производства именно мяса птицы. А вот, а по мясу свинины, конечно, здесь нужно работать, по говядине, соответственно, тоже. А вообще, после вот этой истории с племенным хозяйством в Щекинском районе, да, Лазаревском, бизнесмены-то хотят вкладываться в такое производство? Ну, вот смотрите, та компания, которая планирует к нам заходить, да, мы упоминали компанию Агроэк, это предприятие, которое входит в 20-ку крупнейших производителей мяса свинины в Российской Федерации. Ну, в общем, их не пугает эта ситуация, тем более, что то, что произошло в Лазаревском, это же не секрет, никто не спрятал это, правильно? Это мы знаем все и знают, соответственно, потенциальные инвесторы. Поэтому данная компания на сегодняшний день находит в стадии проектирования, то есть они планируют реализовывать свой проект в Тульской области. 15-16? 15-16-17-й годы, да, потому что проект достаточно крупный, он рассчитан, первоначально мы исходили из общего поголовья на 360 тысяч свиней, сейчас речь идет уже о 420 тысячах свиней. А территориально где они будут? Территориально это несколько районов, это будет Воловский, Ефремовский, Богородицкий и Куркинский районы. Затронули тему птицефабрик. В Тульской области в 2014 году продолжилось закрытие птицефабрик. У нас есть... Ну, я бы не сказал продолжилось, я бы сказал случилось. Хорошо, у нас есть послание губернатора, когда он сказал, что нам надо выйти к достаточно высокому целевому показателю по производству яйца, 500 миллионов штук в год. Как выполнять? Выполнять? Сложно выполнять, безусловно. А как будем выполнять? Ну, как бы любая задача, она тогда и задачей является, когда она сложная для исполнения. Ну, смотрите, у нас действительно из крупных предприятий, которые на сегодняшний день дают яйцо, это Ефремовская птицефабрика и в первую очередь, конечно, Тульская птицефабрика. Две птицефабрики, Суворовская и Заукская, они на сегодняшний день стоят, выражаясь простым языком. У нас есть высокая степень уверенности в том, что все-таки заинтересованный инвестор на Заукскую птицефабрику в 2015 году зайдет, и там возобновится производство. Ну и, соответственно, опять же, если позволит финансово-экономическая ситуация, и Тульская птицефабрика двинется по пути реализации намеченного проекта, то в целом к этим цифрам можно прийти. Все те формы поддержки, которые существуют и в Тульской области, да я думаю, что в целом, наверное, и по стране, для сельхозорганизаций или, как говорят, для крупных агрохолдингов, да, они у нас предусмотрены и для фермерских хозяйств в том числе. То есть, если вы приходите получать субсидию на реализованное молоко, пожалуйста, ставки идентичны, что для одного хозяйства, для крупного, что для фермерского хозяйства. Если вы получаете возмещение процентных ставок по кредитам, условия те же самые, одинаковые и для одних, и для других. Да, могут отличаться суммы в силу объемов производства, да, поэтому, ну, скажем так, если мы произвели больше молока, субсидия выплачивается на реализованное молоко, соответственно, чем больше я произвел, тем больше я продал, тем общая сумма субсидий может оказаться больше. Но, тем не менее, сама исходная ставка, она идентична. Плюс ко всему прочему, я что хочу сказать, для сельхозорганизаций в Тульской области, в молочном направлении, по сути дела, специальных мер поддержки-то не предусмотрено. А вот для фермерских хозяйств такие мер поддержки предусмотрены. Это и специальная программа развития семейных животноводческих ферм на базе крестьянских фермерских хозяйств. Если чуть в сторону от фермеров отойти и перейти к личным подсобным хозяйствам, это субсидии на один литр произведенного молока в размере трех рублей, в то время как для крупных предприятий она составляет по базовой части один рубль. Это компенсация части стоимости молокоприемных пунктов, то, о чем я сказал, да, как раз создаваемых именно для того, чтобы стимулировать, сохранять скот в некрупных хозяйствах и обеспечивать реальный избыт произведенного молока. И, соответственно, компенсация на возмещение части стоимости именно товарного скота, не племенного, а товарного, тот, который будет дешевле, соответственно, для фермера, поскольку его финансовые возможности не всегда велики. Другое дело, что вот этим направлением поддержки никто из фермеров, если память не изменяет, в этом году не воспользовался. И если мы посмотрим с вами на цифры, сейчас договорю, как обстоят дела. Вот в структуре поголовья у нас у фермерских хозяйств на сегодняшний день поголовье коров менее трех тысяч голов. То есть основное поголовье сосредоточено на сегодня либо в крупных сельхозорганизациях, либо в личных подсобных хозяйствах. А вот почему фермеры не идут тогда за поддержкой? Ну, наверное, мы в текущем году предусмотрели эту поддержку первый год, может быть, еще пока не распробовали, может быть, пока не осмелились. Потому что молочная отрасль все равно для многих выглядит и представляется достаточно рискованной. Поэтому, может быть, в следующем году и будут определенные сдвиги. Дмитрий Вячеславович, перед страной стоит задача по импортозамещению. Но приходим на тульские рынки, и тульская картошка стоит дороже, чем египетская. Почему? Я думаю, что это не только на тульских рынках, справедливости ради надо сказать. Мы живем в тульской области, поэтому вопрос привязан к нам. Но, во-первых, все-таки это вопрос качества, который снимать не стоит. И, чего греха таить, себестоимость у нас все-таки выше. Что в первую очередь зависит, конечно, и от организации труда. Это зависит и во многом от климатических условий. Потому что тульская область и Египет, ну, немножко разные вещи даже с точки зрения климата. Поэтому пока вот во многом, да, мы наблюдаем такую картину. А есть задачи там по снижению себестоимости, чтобы тульские товары стали более конкурентоспособными на нашу жизнь? Часто беда бывает в головах. Поэтому любое производство, любой родительный хозяин, наверное, должен думать о том, как ему, как модно сейчас говорить, оптимизировать, сокращать, если хотите, свои собственные затраты. Как производственный процесс строить максимально эффективным образом. Поэтому эта задача, я думаю, что она стоит для сельского хозяйства в целом. Потому что конкурентоспособность его надо поднимать и для любого отдельного хозяйства в частности. Лет 10 назад, когда проезжаешь по Тульской области, ты увидел здесь пустое поле, там пустое поле, еще где-то пустые поля. Лет через 5 они все стали в бурьяне и в кочках. Но года 4 назад появилось новое модное выражение. Возврат земель сельхозназначения. Что в этом году с этим? Ведется работа и в этом году с этим. Мы порядка 40 тысяч гектар, я думаю, что вернули в этом году на сегодняшний день сельхозоборот. Это не значит, что все засеяли. Но во всяком случае, это те земли, которые либо перешли в собственность или аренду эффективным собственникам, либо те земли, которые уже освобождаются от кустарников, деревьев, березок красивых, кочек, мусора и так далее и тому подобное, которые в 2015 году уже начнут в реальности работать. То есть здесь движение есть. Другое дело, что оно не столь может быть быстрое, как бы нам хотелось, но здесь есть определенные организационные и юридические сложности. Смотрите, у нас крупнейший латифундист, который не хочет обрабатывать по-прежнему сахоагра. По-прежнему сахоагра, да, самый крупный. Вот и как с ним-то биться? Ну, смотрите, биться-то можно, конечно, по-разному, но все-таки закон есть закон, и, наверное, мы его в своей битве приступать не можем. Поэтому там идет конкурсная процедура на сегодняшний день. Мы вообще-то ожидали, что к концу года состоятся торги, и что земля будет продаваться уже. Но, к сожалению, этого не состоялось ни в октябре, ни в ноябре, ни, соответственно, в декабре на сегодняшний день. Но я думаю, что это уже достаточно близко, и земли будут продаваться, и у нас много интересантов на эти земли. А вот сейчас есть какой-то фильтр, чтобы больше подобные сахоагра в Тульскую область не приходили? Ну, знаете, специального, наверное, какого-то фильтра нет, но, тем не менее, там и тогда, когда появляется заинтересованный инвестор, мы с каждым пытаемся вести достаточно такую активную работу и по своей линии, и по линии Министерства экономического развития, для того, чтобы всесторонне посмотреть на эту компанию, понять, на что она способна, и какие риски она за собой несет. Вот, понятное дело, что не все здесь можно угадать и, наверное, просчитать наверняка, потому что, когда заходила компания Сахо, она тоже выглядела достаточно весомо, серьезно, высказывала серьезные намерения, собирала строить диверсификационное производство, ну, то есть и производство зерна, и производство муки, и производство хлеба, и доводить это все до прилавка, и так далее, и тому подобное. Но, тем не менее, опять же, беды часто бывают в головах, где-то, наверное, либо сами себя перехитрили, либо так хотели. Знаете, сейчас при нынешней экономической ситуации очень много идет разговоров, что сельскому хозяйству не самые радостные перспективы светят в 2015 году, потому что семена у нас импортные, удобрения у нас импортные, фермеры все закредитованы. Тульская область какую поддержку окажет в 2015 году? Будет ли увеличивать финансирование, либо как-то переиграет программы? Мы на сегодняшний день, конечно, ожидаем окончательного формирования федеральной программы, но так говорить, наверное, это, знаете, как будто мы в состоянии бездействия находимся. Нет, конечно, мы сейчас ищем тоже наиболее оптимальные точки приложения усилий, но ситуация, которая складывается на данный момент времени, да, пока мы не на все вопросы свои же собственные, те, которые вы задаете, имеем такие вот вразумительные, четкие ответы, да. Поэтому, соответственно, я думаю, что после новогодних праздников мы как-то будем понимать, каким образом будет развиваться ситуация, связанная с возмещением тех же самых процентных ставок, что немаловажно, как мы в начале разговора отметили, да, какие все-таки дополнительные финансовые вливания будут из федерального бюджета, потому что чего бреха таить, все-таки помощь федерального центра необходима, на самом деле, многим регионам и нашему в частности. Ну и дальше уже будем смотреть, куда направлять эти средства. Но я хочу сказать о том, что у нас есть и свои собственные механизмы, которые работали, работают на сегодняшний день, и я думаю, что будут работать и дальше. Я имею в виду механизмы товарного кредитования, это там и тогда, когда мы через государственную компанию фактически предоставляем товарные кредиты под урожай будущего года. То есть такая система тоже есть, и мы в этом году для того, чтобы люди имели возможность провести сезонные полевые работы, таких кредитов выдали на сумму 600 миллионов рублей. Может быть, это немного, но это, согласитесь, и немало, да. Есть своя региональная лизинговая компания, да, обороты ее не очень велики, но тем не менее она в состоянии помогать небольшим фермерским хозяйствам в части приобретения, допустим, тракторной техники. В этом году все СМИ пестрили, в Тульской области собрали полторы миллиона тонн зерна. Потрясающий результат, такого давно не было. А по факту это много или мало, если сравнивать с другими регионами? Ну, смотрите, если брать в центральном федеральном округе, то мы, если памятнее не изменять, на восьмом месте по валу на сбор зерна. То есть это достаточно неплохой результат из общего объема, потому что, чего греха таить, при том количестве земли, которая у нас не обрабатывается, мы получили действительно хороший результат. Наши хозяйства в этом году очень хорошо отработали в сезон, достаточно активно, быстро, очень организованно, и получили и впрямь хороший результат. Плохой или хороший, смотрите, две точки зрения можно использовать при ответе на этот вопрос. Если мы с вами будем брать просто элементарную статистику, то я могу сказать так, что начиная опять же с 1997 года, но я уже упомянутого в этой передаче, это второй раз, когда Тульская область перевалила за порох в полтора миллиона тонн. Первый раз был в 2009 году, и вот в 2014 году второй раз. То есть, по сути дела, мы с вами чуть не за 20 лет, вот только дважды переходили эту планку, много или мало. С другой стороны, если брать те площади, которые на сегодняшний день по-прежнему не обрабатываются, то мы прекрасно понимаем, что этого зерна могло бы быть, безусловно, и больше. Спасибо вам за интервью. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова